Затянул шнурки, затяни протез. Нюанс маленький, но значимый. Евгений Безногий с детства уже без нее учился преодолевать дистанции. Одно мешает хромота, наверное, поэтому спринтер. В футболе говорит проще. Отстегнул протез и вперед с костылями. Бегаю, тренировки по футболу, рыбалка, лодки несешь. Ограничений в принципе никаких. На протезе или нет, ограничений вообще никаких нет. И никогда для себя не делаю. При поддержке краевого отделения общества инвалидов на сибирских играх Алтай представляли 10 спортсменов. При этом спортом в крае занимается меньше сотни таких людей. Обычно инвалидам слишком сложно представить, что их возможности и так безграничны. Сергей это прочувствовал на себе, с рыбалкой, увлечением детства. Кстати, в Кузбассе наловил на второе место. Тебе тяжелее в том плане, что тебе все приходится одной рукой делать. И червяка насаживать, и забрасывать, и со снастями возиться. Настольный теннис – это последние 3-4 года. То есть взял ракетку тоже. Думал, что никогда не смогу с одной рукой. Когда все чаще стал к столу в теннис, ему подходить, играть. Уже свой стиль появился. Как правило, успех инвоспортсмена – результат его личной работы. С ленью борются просто. А спор для инвалидов – главное увлечение. Здесь заправилось и читать несколько видов. Кристина – одна из младших, пока исключение. Выбрала теннис и на первых же играх взяла золото. Как поясняют в Паралимпийском комитете края, наши спортсмены в регионе – одни из сильнейших. Много ребят, которые просто-напросто себя опускают до неузнаваемости. А эти, у них в крови, наверное, сибирский характер. И вот футболисты – наши ампутанты первые в чемпионате России. Поэтому для меня это не фурор и не какая-то новость. Я как бы уверен, что наши ребята, их посади в волейбол, они тоже будут не последние. Кстати, в волейболе наши серебряные призеры. В общекомандном зачете впервые за историю края Алтай первый. Пока неизвестно, примет ли Барнаул игры следующего года. Эта победа для участников важна в другом плане, как доказательство для сотен людей с ограниченными возможностями, что на самом деле возможности определяет исключительно личный настрой. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.